привет народ давно не делал видео с этой пандемии с работой нет времени и сил делать видео не на рыбалку не на охоту но через месяц у нас начинается сезон охоты на белохвостого оленя и поэтому сегодня мы выезжаем к сергею на фазенду присмотреть место для охоты то нужно для того чтобы охотиться на оленя обязательно для всех кто охотится жителей манитоба обязательно жители канады на самом деле обязательно охотничий билет для того чтобы получить охотничий билет обычно нужно сделать онлайн-курс и потом пройти экзамен письменный обычно американский экзамен несколько ответов нужно выбрать правильного правильный ответ но из-за пандемии отменили требования к экзамену и все что нужно сделать это пройти онлайн-курс потом нужно купить лицензию на самого оленя лицензия стоит 47 долларов на 1 оленя не обязательно иметь лицензию на оружие если вы охотитесь с кем-то у кого есть лицензия и он находится на небольшом расстоянии от вас вы можете охотиться даже если у вас нету лицензия на оружие а сейчас давайте посмотрим что у нас получится надеюсь у нас получится хорошее видео наверное будет коротенько но следующее видео наверно уже будет с охоты приехали сейчас вышли вышли в поле посмотреть на места была идея когда-то на медведя охотиться с крыши этого прицепа следы оленя разминка все, как и все все в порядке да, что происходит, то что воздух держит в кухне вовремя, что этот декор не слишком сильный да, так что воздух держит в кухне, но вы можете точно видеть свои черты У меня есть один маленький дом, как банк, и я нашел биржевую штуку. Да, он мне отправил фотографию. Да. О, это прекрасно. То есть, что нужно делать, что ты хочешь shoot deer, потому что я могу вам гарантирую, но в рифле сезон они будут тромблены здесь. Где-то. Но они будут тромблены здесь. То есть, идея мы получили, чтобы быть здесь? Да. Я бы сказал, что вы должны быть здесь. Да? Да. Мы можем немного дальше, чтобы мы могли видеть здесь и здесь. Но дело в том, что нужно помнить, что только можно shoot в определенные направления. Можно shoot в этом, да? Да. Какая цена здесь? Нет, это здесь. Какая цена? В доме? Да. Мы можем проверить. Появления. Я не хочу... Не хочу учитывать в направлении. Поэтому надо просто внимательно за это. когда вы установите дерево, или какой-то блендер, и также, если вы установите здесь, вы будете здесь внутри, так что вы не увидите дыр. Да, поэтому я считаю, что это ближе там. Где домашний дом? Мы здесь. Это домашний дом? Да. Окей, мы хорошо. Вы абсолютно хорошо. Вы можете снимать в этом направлении. Но после этого, вы видите, если вы видите, на дороге. Окей? Нет. Нет. На дороге. Да, это несколько миллионов. Угу? Нет. У меня 3006. Окей? Нет. Нет. Вы сделаете дерево, или вы просто сделаете блайндер? Блиндер. 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 Вы просто сделаете блайндер. У меня нет. Вы можете сделать блайндер, я говорю. У меня есть сквы, где-то здесь, есть все. как мы делаем здесь? где вы встали немного, вы встали и встали встали много места Мы можем сделать это здесь, но это не важно. наверное выбрали место из нас два направления стрельбы туда можно стрелять и туда олени должны будут выходить из леса и идти в сторону полей и как раз должны будут проходить нас примерно здесь мы будем сидеть надежде Это рифл? А? Это рифл? Да, да, да. Мы обрабатываем его. Здесь. Результат? Да. Потому что они могут, это странно, но они не могут. Ты чистил рифл? Я. Я. От 100 метров. Ты чистил рифл? После этого? Нет. Нет, после этого. После этого. После этого. После этого. Нет. Ты не хочешь сказать. Действительно? Речь? Ну, твоя рифлет новая. Да. Своя рифлет новая. Может быть? Что, какой рифлет? Мозберг, что-то. Не надо выжимать ее. Да. Нужно выжить грязи. Это почему я делал мизфор. Я желаю вам помогать, потому что я не знаю, как это делать. У меня есть стоп для чистки, но... Ну, попробуй. Сиди. Я знаю, это стоп. У меня есть стоп, не стоп. Дуланье не проблема. Баёк надо зачистить. Баёк надо зачистить. У тебя там смазка? Она замёрзла у меня в том году. Я помню. Баёк. Баёк на рифле. Мой .243, моё основное рифле. Я его шли за год. Я никогда не видел баёк. Я никогда не видел баёк. Это эффекта. Точнее, но... Это не хорошая практика, но я это сделал. Это хорошо. Но это хорошо, чтобы почистить немного. Но вы должны почистить баёк. Резда. Я учусь на мою лечку. Да, из новой лечки. Я, я, я. Вон олень как раз. Сейчас мы постоим. Замечательно. Уай, уай, уай. Просто замечательно для охоты. Когда мы вышли просто посмотреть место. А тут олень выбегает. И убежала. Так что надеемся, что через месяц будет то же самое. И посмотрим, что у нас получится через месяц. Но очень хороший. Замечательный день. Это круто. Очень круто. Там были еще четыре оленя. Именно олени самца с орогами. Что это очень хороший знак. То, что охота в этом году будет очень удачная. Что мы нашли два. Нашли две возможные точки. Откуда можно попытаться охотиться. Первая точка, которая показала. Она находится южнее нас сейчас. И это еще одна точка. То, что происходит с этой стороны. Много полей. Там поле с кукурузой. На это поле олени будут выходить. Чтобы кушать. А живут олени. Ночуют они в лесу. Поэтому как раз на линии между лесом и полем. Можно будет засесть. Сидеть и ждать пока пройдет олень. Как сказал. Нашли два хороших места для охоты. На оленя. Решили подготовить. Для одного из мест. Стенд. Где-то. Чтобы было. Два метра высотой. Над землей. Чтобы стреляли в сторону. Земли. А сейчас просто пройдемся по лесу. Посмотреть. Может быть есть здесь. Тетеревая или что-нибудь такое. Что за голову? Стреляли. Продолжение следует. Продолжение следует...